Итак, как вы поняли из темы этого урока, мы сегодня говорим о выборе города в Канаде. Это, наверное, один из самых первых этапов, самых первых заданий, которые вам нужно будет сделать в рамках вашей иммиграции, только когда вы решили, что мы точно едем в Канаду, мы начинаем процесс. Вам нужно выбрать город, в который вы иммигрируете. Город нужно выбрать не только по требованиям иммиграционных программ, потому что когда вы уже начнете заполнять иммиграционные формы, там будут спрашивать, куда вы собираетесь переехать. Это не обязательно, что вам потом 100% нужно будет переехать в этот город, но это ваше намерение, потому что Министерство иммиграции ведет свою статистику, и для них эта информация тоже важна. Однако, опять же, если вы переедете в другой город, ничего страшного, у вас для этого могут быть какие-то обстоятельства. Но выбор города важен еще в том плане, что вы уже будете четко представлять, куда вы едете, вы начинаете собирать информацию об этом городе, и поверьте, после того, как вы выполните вот ту работу, которую мы сегодня с вами рассмотрим, вы будете знать об этом городе, наверное, больше, чем некоторые люди, которые живут в этих городах. Потому что они, зачастую люди, которые живут, они уже не задумываются о каких-то нюансах, о каких-то деталях жизни в этих городах, да, у них как-то все идет уже планомерно, налажено и так далее. Но вы, как новый человек в городе, вы будете знать много нюансов, и поверьте, это иногда очень помогает, потому что люди, которые живут, они, вы можете приехать в этот город, потом с кем-то общаться и задавать им вопросы, они не смогут на них ответить, потому что они с этим не сталкиваются. А вы, подготовившись, уже будете об этом знать. Итак, как выбрать город в Канаде? Мы записывали видео на нашем канале Интересный Калгари об этой теме, также вы знаете, что у нас есть отдельный курс по этой теме, возможно, вы его уже приобрели, и поэтому для вас будет легче пройти этот урок. Но если вы этого не сделали, сейчас мы быстро рассказываем о том, как выбрать город. Мы рекомендуем создать вам таблицу, допустим, самое распространенное это в Excel, да, и начинать сравнивать города по определенным критериям. По каким же критериям нужно сравнивать города? Вот перед вами список на слайде. Первое, наверное, это важно понимать, какие доходы вы можете получать в том или ином в городе, потому что все зависит от того, а в какой провинции города находятся, и минимальная заработная плата в час различается между городами. Опять же, мы это все рассматривали в нашем курсе. Средний годовой доход также отличается, ну и отличаются налоговые ставки в каждой провинции, поэтому чисто годовой доход у вашей семьи или у вас персонально будет разный в зависимости от городов, потому что в одном городе вы заплатите столько-то налогов в год, а в другом городе у вас будет другая налоговая шкала. Дальше, следующий пункт очень важный, это, конечно, расходы, которые вы будете ввести на вашу жизнедеятельность, да. То есть, один из самых больших расходов у вас это аренда жилья будет, и потом пошли все остальные расходы, такие как расходы на питание, телефонная связь, интернет, оплата коммунальных услуг, стоимость транспорта, возможно, устройство детей в садике, потому что садики у нас платные и так далее. То есть, очень много расходов, которые вы будете нести каждый месяц, и вам нужно сопоставлять ваши доходы, которые потенциально вы можете зарабатывать, с теми расходами. Поэтому очень важно тоже на это обращать внимание. Дальше, я уже немножко коснулся налогов, потому что тоже налоги и НДС разные. К примеру, в Альберте мы платим НДС всего 5%, а жители провинции Онтарио, например, платят 13%. То есть, на одну и ту же покупку в 1000 долларов, предположим, мы заплатим 50 долларов налогов на кассе, а жители Онтарио заплатят 130 долларов налогов. Достаточно существенная разница. Следующий важный пункт, когда вы уже проживете в Канаде какое-то время, вы поймете, что вам нужно покупать недвижимость, то вы начнете присматриваться к рынку недвижимости, и тут нужно понимать, сколько же стоит недвижимость. Это очень-очень важно, поверьте, потому что стоимость недвижимости очень сильно отличается между городами. К примеру, между Ванкувером, Торонтом и Калгари цены могут отличаться в несколько раз на абсолютно одинаковое жилье. Это тоже важно понимать и соотносить с теми доходами, которые вы получаете, то есть на какой уровень недвижимости вы можете претендовать в плане получения ипотеки от банков. В нашем курсе платном мы также рассмотрели очень подробно этот вопрос и предоставили вам, сколько вам нужно зарабатывать, чтобы купить определенное жилье. Нужно рассматривать, и мы вам рекомендуем рассматривать основные отрасли экономики в городе, в который вы собираетесь, чтобы вы понимали, что вы сможете найти работу в этом городе. Также это важно, потому что Канада очень большая страна, и, скажем, экономика городов атлантических провинций будет, наверное, сильно отличаться от экономики города в Альберте или в Соскочеване или в Манитобе. Дальше уровень безработицы также имеет значение, однако не стоит сильно фокусироваться на этом показателе, потому что в плане трудоустройства все, конечно, зависит от вас, от востребованности вашей профессии, от вашей квалификации и так далее. Следующий климат тоже может иметь значение для разных людей или по состоянию здоровья, или просто по личным предпочтениям и пристрастиям. Кто-то привык жить в более теплом климате, ну а кто-то не прочь пожить немножко и в зиме. Поэтому, опять же, Канада располагается в разных климатических зонах, несмотря на примерно одну широту, но климат имеет значение. Медицинская страховка. В разных городах и провинциях с разного периода начинается покрытие бесплатное государственное. Тоже следует учитывать во внимании. Уровень преступности. В крупных городах уровень преступности, наверное, будет повыше. Могу точно сказать, что в Калгари он невысокий и это очень безопасный город. Однако, как я сказал, в мегаполисах, особенно в даунтауне обычно, это уровень преступности всегда выше. Ну а уже дальше в городе, там где, скажем, residential areas, да, или это жилые зоны, то там уровень преступности пониже. Потому что, как правило, все скапливаются в... Однако, есть все равно отличия, определенные по городам. Именно в конкретном городе может быть определенные районы, где больше преступности. Об этом тоже нужно знать. Дальше. Стоимость детских садов и школ, я уже об этом сказал, тоже очень отличается по Канаде. Досуг и развлечения. Для тех, кто ведет активный образ жизни, да, очень любит отдыхать культурно, духовно и так далее, это тоже нужно принимать во внимание. Потому что не в каждом городе в Канаде вы найдете огромное количество развлечений. Такие города крупные, как, допустим, Монреаль, Торонто и Ванкувер, будут обладать большим разнообразием развлечений, чем, скажем, тот же Соскатун или даже, к примеру, Калгари. Достопримечательности примерно относятся к этой же категории. Ну и можно составить для себя уже в этой таблице. На основании этой информации вы будете выводить преимущества и недостатки каждого города лично для вас, да. Опять же, информации в интернете много, но ее очень много субъективной. То есть человек, живя в городе, он проживает свой опыт в этом городе, и ему что-то нравится, что-то не нравится. Однако не факт, что это будет вам нравится или не нравится. Вам нужно, скорее всего, основываться на фактах. Ну, может быть, об отзывах других людей, блогеров, может быть, в Ютубе, в Инстаграме. Поэтому сейчас это все доступно, и извлекайте эту информацию для своей пользы. Ну и, конечно же, мы в нашем курсе вывели финальную такую, подвели черту, для кого подходят все-таки больше эти города в плане жизни, да. В зависимости от стиля жизни, в зависимости от количества членов семьи, или это просто молодая пара без детей, или это уже большая семья с детьми, с собаками и со всем. То есть это может быть немножко другой образ жизни, да, поэтому, или в зависимости от профессии тоже имеет значение. Мы сделали такой анализ для вас, и если вы хотите, вы можете сделать такой же абсолютно анализ по вот этим критериям. Это основные критерии. Теперь, где искать информацию, о которой мы говорили? Есть несколько источников. Для начала, наверное, стоит начать с официальных сайтов городов, потому что у каждого города в Канаде, более-менее крупного, есть очень хороший официальный сайт, где находится вся самая актуальная информация об этом городе, об услугах, которые оказывает городской муниципалитет, о том вообще, в принципе, как жить в этом городе, о транспорте, да, об образовательной, медицинской системе. То есть все есть на официальных сайтах городов. Не пренебрегайте этой информацией, заходите туда и смотрите. Просто гуглите, да, допустим, город, и если просто введете название города, вам, скорее всего, один из первых в результатах выпадет официальный сайт города. Также можно пользоваться городскими туристическими порталами. Это другие сайты, которые нацелены больше на туристов. Здесь больше информации о достопримечательностях, о досуге, может быть, о каких-то интересных фактах о городах, могут быть видео и так далее. Тоже полезная информация. Есть такой сайт numbeo.com, там можно сравнить два города, один к другому. Нельзя сравнить сразу 10 городов, но можно сравнить город к городу и посмотреть на некоторые показатели. Там, конечно, меньше показателей зачастую, чем мы нашли, но тоже такой ресурс можно использовать бесплатно. Следующий сайт, если вы уже хотите более точные цифры, какие-то детали, вы можете пойти на сайт Statistics Canada и посмотреть официальную государственную статистику по каждой провинции, по каждому городу, по тем критериям, которые вам интересны. Ну и, конечно же, форумы, соцсети, Инстаграмы, ВКонтакте, Facebook и блоги на YouTube. Тоже можете эту дополнительную информацию получать, чтобы полностью сложить, уже визуализировать всю картинку о том городе, куда вы собираетесь. Мы, как правило, рекомендуем сделать такой анализ по самым близким, так скажем, к вашему выбору двум-трем городам и уже потом финально делать выбор по одному городу. Субтитры сделал DimaTorzok